Привет и добро пожаловать на канал Диана Леша Лайф. Сегодня я покажу вам 5 вкусных и простых приготовлений завтраков, которые скрасят любое ваше утро. И первый рецепт это салат, для которого я беру один небольшой мандарин и очень спелый авокадо, напоминающий масло по консистенции. Его на одну порцию понадобится лишь половина. Нарезаю авокадо и мандарин дольками, таким методом намного проще удалить все косточки цитруса. Далее все просто. Выкладываем на тарелку листья салата, а на них дольки порезанных фруктов. Я всегда немного присаливаю этот салат, а после сбрызгиваю свежим лимонным соком и поливаю оливковым маслом. Осталось размешать и насладиться свежим и сочным вкусом легкого завтрака. Для следующего варианта можно взять любые фрукты, которые вам нравятся. Я всегда отдаю предпочтение банану и киви, так как первый дает сладость, а второй приятную кислинку. Нарезаем фрукты кубиком и начинаем собирать простой завтрак. На дно мисочки выкладываем любую гранолу. Я, например, очень люблю шоколадную атакса. Далее добавляем несколько столовых ложек натурального йогурта и отправляем сюда же все фрукты. Вы можете регулировать количество всех ингредиентов по своему вкусу. Осталось все тщательно перемешать и дать постоять несколько минут для того, чтобы гранола стала мягче. Если любите похрустеть, принимайте за эту вкусняху сразу же. Ну куда же без сэндвичей! Я обожаю именно этот вариант, хотя открыла для себя его не так давно. Поджаренный в тостере или на сковороде 2 ломтика черного хлеба смазываем хумусом и выкладываем на один кусочек дольки любимого сыра. Нарезаем свежий огурец с кружочками и выкладываем на сыр. Осталось собрать сэндвич и красиво разрезать его. Это действительно сытный, вкусный и быстрый завтрак, который также можно с легкостью брать с собой на работу, школу или университет. Для этого рецепта перемалываем в блендере 3 столовые ложки овсяных хлопьев. К ним добавляем 1 яйцо, 3 столовые ложки любого молока, чайную ложку хорошего какао и 2 чайные ложки сахара. Тщательно перемешиваем венчиком до однородности. На хорошо разогретую сковороду с антипригарным покрытием выкладываем наш овсяный блин и жарим на медленном огне под крышкой с двух сторон. Берем мягкий творог или же сыр по типу рикотта и щедро смазываем им всю поверхность блина. Осталось добавить недостающий ингредиент кусочки манго. Заворачиваем блинчик, вытираем тарелку для эстетичного вида и скорее садимся за стол, дабы начать уплетать этот действительно сытный и необычный завтрак. Вреда минимум. Ну а напоследок классика жанра – французские тосты. В миску разбиваем яйцо, добавляем молоко на глаз и высыпаем пакетик ванильного сахара для сладости и, конечно же, аромата. Хорошо перемешиваем венчиком или вилкой и разогреваем сковороду с кусочком сливочного масла. Берем ломтики белого хлеба, обмакиваем их в сладком омлете, выкладываем на сковородку и жарим с двух сторон по несколько минут до румяности. Отправляем тосты на красивую тарелку и посыпаем ягодами. У меня голубикая малина. Это беспроигрышный вариант. Если ягод нет, можно добавить любые фрукты, полить тосты топпингом или вареньем, а также медом. Для красоты присыпаем сахарной пудрой и вуаля! Приятного аппетита! Спасибо за ваш просмотр! Ставьте лайк, если видео понравилось. До новых встреч!